здравствуйте а вы знаете вот у меня сложилось такое мнение что современники мои совсем не знакомы с природой не в том смысле что никогда ничего не видели видели конечно но вот понятия не имеют что это такое с чем это надо есть или не надо есть потому что если съешь можно и в ящик потом сыграть смысле лапки протянуть но не в этом даже дело а в том что возникло вот у меня горячее желание поработать осветителем ой ой простите оговорилась хотела сказать просветителем рассказать вам о травах и ночные замечательные травы имя у которой крапива а фамилия будомная многие такое слышали еще больше и видели а некоторые от нее даже подарки в виде ожогов получали не горюйте это хоть и больно на следов не оставляет и организму крайне полезно недаром в старину хорошие родители непослушных детишек крапивкой учили и духу полезны и телу оздоровления но увы в наше время фокус не пройдет потому что зеленые по судам затаскают за издевательство над травой и растет наша крапивушка в средней полосе а также встречается во многих странах вот согласно со мной моя психа еще в прошлом веке крапиву активно использовали в народной медицине даже в косметике ну а отвары там всякие прочее а еще раньше из крапивы прияли нитки и ткали материал потом из него шили всякие интересные платья кстати эта традиция потихонечку возвращается и сегодня китайцы например во все производит вот такие натуральные материалы так вот наши предки считали что крапива отводит от дома злую энергию поэтому крапива собиралась делали с нее веники и вешали у двери но она не только своим антизлабином известным в ней например бешеное количество микроэлементов витаминов и всякого полезного для человека вещества ну просто валом и представьте себе вот для наших предков весной когда вообще зелени маловато и вдруг это крапива со всех сторон прет вот она вот она но люди и готовили готовили из крапивы всевозможную еду разные народы использовали крапиву по-разному и бат вене и супы и кавказские вот эти вот мяты пхали с орехами и зеленые щи такие вкусные ароматные что бывало за уши не оттянуть пока тарелка полностью не опустеет а как на крапиве рос молодняк причем любой хоть тичий хоть телячий хоть человечий очень много чего из крапивы производили лекарства из нее косметика из крапивы ткани из крапивы бумагу делали тоже из крапивы и что теперь вот что теперь а теперь мы про все это забыли городской суете вот я всего лишь и хочу вам напомнить то чем нас природа дарить может я не мечури не призываю вас хапать от природы все что можно просто говорю вам смотрите она дает нам много удачи вам всем и нам всем до следующих встреч приходите подписывайтесь счастлива